Человек потребляет электроэнергию 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Но мало кто задумывается, каким именно образом она доходит до потребителя. Многие скажут по проводам, но будут правы только отчасти. Путь электроэнергии от генерирующего предприятия до розеток очень сложен. За стабильной подачей электричества работа сотен тысяч человек и многокилометровые линии электропередачи. Цены растут и на продукты питания, и на все. В том числе и тарифы должны расти. Это, наверное, понятие инфляции, понятие всего, амортизационное и так далее. Параллельно должны расти и зарплаты. Потому что человек, который, бюджет, допустим, все растет, а зарплата одна, постоянная, и уже начинает считать, а куда, не хватает, да, и кредиты начинает брать. Вот здесь, наверное, неправильно. Поэтому тариф растет, цены растут, ну и в том числе тогда и зарплата должна расти. Электроэнергия имеет свою стоимость. Наравне со всем, что потребляет человек, стоимость электричества тоже подвергается инфляции. От этого защитить энергию невозможно. Так как же на самом деле формируется тариф на электроэнергию? Выяснить подробности нам не удалось. Известно лишь то, что РСТ Забайкалья устанавливает цену на электроэнергию для всего региона. Согласно положению о региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденному постановлением правительства края от 16 мая 2017 года, на территории региона тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категории потребителей устанавливает РСТ Забайкальского края. Причем отметим, Забайкальский край – один из первых регионов России, в котором была введена социальная норма электроэнергии для потребителей. Проект, который был по социальной норме по энергетике, оно было принято положительно в первое время. В данный момент она играет как бы уже отрицательную роль. Почему? Потому что перекос пошел. То есть, получается, население платит из-за вот этого социального проекта сумма, которая не растет и не росла чуть по… Ну, не такими темпами, а вот остальные, бизнес там, все остальные тарифы, они возрастали кратно. Я не против социальных этих моментов, но нужно будет осторожно вот это все изучить и пересмотреть. Изучив необходимую информацию в интернете, можно сделать следующие выводы. Структура тарифа на электроэнергию учитывает в себе несколько составляющих. Генерация, ТГК-14 и другие вырабатывающие энергию компании. Передача. Федеральные сети напряжением 220 кВ, федеральная сетевая компания и региональные сети напряжением 110 кВ и ниже. В Забайкале это в основном рост сети «Сибирь». И сбыт – расчеты за потребленную электроэнергию, услуги чита энергосбыта. Разобраться во всей этой системе очень сложно, но на примере одного рубля объяснение вполне понятное. Генерирующим компаниям, кто создает энергию, достается 69 копеек. Федеральной сетевой компании – 7 копеек, региональным сетевым компаниям – 18 копеек. Остальные 6 копеек – с бытовой компанией. Тарифы ежегодно пересматриваются, учитывается инфляция, рост цен на сырье и материалы, а также необходимость модернизации оборудования. Проанализировав данные, которые легко найти в свободном доступе в интернете, можно представить, как изменялся тариф на электроэнергию за последние годы. Какие энергетические компании-монополисты сумели отстоять свои интересы и получить заветное увеличение тарифа, а кто оказался аутсайдером. Нечем похвастаться только сетевым компаниям. За последние три года они лишь теряли свои позиции. Немного удивительно, ведь хозяйство сетевикам досталось самое неспокойное. Тысячи километров линии, прогнившие и покосившиеся опоры в глубинках региона, необходимость строить новые энергообъекты и присоединять новых потребителей. Конец года – самая горячая пора для всех ресурсоснабжающих организаций. Именно сейчас решается, сколько будет платить потребитель той или иной категории за разные услуги. Энергетики часто сетуют, что о них вспоминают только тогда, когда происходят аварийные ситуации, но редко благодарят за ежедневный труд, незаметный простому потребителю. Время принятия тарифов – еще один повод вспомнить, кто и что делает для того, чтобы в наших домах было тепло, светло и комфортно. И пока кажется, что обещания губернатора Осипова – заморозить тариф и избежать наценки – остаются только обещаниями.